Христос 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 Песня ось, вечно я пою. Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, достаточный мой Отец-Настоятель, дорогие отцы, матушки-игумени, братья, сестры, всех вас сердечно поздравляю с этим скорбным и одновременно радостным днем, когда мы здесь, на Бутовском полигоне, молимся о наших мучениках, о тех, кто за Христа пострадал, и кто верим ныне, пред Престолом Божиим, молится за всех нас, за своих сродников, за Отечество наше и за народ наш. Сегодняшний день совпал с памятью святаго-апостола-евангелиста Иоанна Богослова, любимого ученика-спасителя, одного из всех, кто принадлежал апостольскому чину, не убоявшемуся ни страданий, ни самой смерти, но до конца, бывшись с Господом и Спасителем у Его креста, того, кого Господь называл своим любимым учеником. И вот сегодня, в соответствии с уставом, мы читали два отрывка из апостольских чтений. Первое, посвященное Субботе, Третьей Седмицы, после Пасхи, это отрывок из апостольских деяний, который говорит о том, как апостол Павел после своего обращения пришел в Дамаск, стал ревностно проповедовать Спасителя, и как тут же братья его, иудеи, сговорились ни о чем-то незначительном, не о том, чтобы порицать его, или в конце концов отлучить от общения, а сговорились о том, чтобы убить его, ни много ни мало, только за то, что он проповедовал Христа, которого встретил по дороге в Дамаск, Христа воскресшего. И повествует нам, деяписатель, как спасся апостол, благодаря близким ему людям, которые знали о том, что желающие убить Павла даже стерегут выход из города, они опустили его в корзине из окна в башне городской стены. А затем пришел Павел в Иерусалим и снова положили убить его. И пришлось ему бежать, чтобы спастись от смерти. А второе апостольское чтение это первое послание апостола Иоанна Богослова. И я хотел бы привести вам на память первый стих этого первого иоанновского послания, первой его главы. То есть, с чего начинается послание апостола Иоанна? Он говорит о том, что то, что было от начала, что мы слышали, что видели, что рассматривали, что осизали руки наши о слове жизни. И далее все то, что говорит апостол, было свидетельством о Христе. И это было подлинное свидетельство. Это не был рассказ с чьих-то слов. Это не было отражение какого-то предания, предания традиции. Это были свидетельские показания человека, который до самого конца был с Господом Иисусом Христом. Мы знаем, что нет ничего сильнее в судебном процессе, как подлинные свидетельские показания. Эти показания решают исход процесса. Если они достоверны, если есть полная уверенность, что свидетель был реальным очевидцем событий, то его показания определяют исход суда. Вот такие свидетельские показания были в словах апостолов. И особенно в словах апостола Иоанна, бывшего с Господом до конца. Это действительно огромной силы свидетельства. А в евангельском чтении, посвященном также апостолу Иоанну Богослову, находим уже слова самого Господа, запечатленные в памяти апостола и положенные на бумагу «Как меня гнали, так и вас будут гнать». Как все это связывается одно с другим. Почему с такой злобой были встречены слова апостола Павла о том, что он реальный свидетель воскресения Христова, потому что Христос воскресший встретился ему по дороге в Дамаск. Почему с такой ненавистью и с таким стремлением уничтожить свидетелей начались первые гонения на апостолов? Да потому что те, кто не желал подлинной победы воскресшего, должны были изничтожить всякую о нем память и в первую очередь умертвить свидетелей ведь так поступают преступники для того, чтобы их деяния не были изобличены на суде они стараются убрать свидетелей потому что свидетельство очевидцев как уже было только что сказано самое сильное свидетельство. Вот почему первыми мучениками стали апостолы. Их убирали одного за другим. Только апостол Иоанн Богослов по милости Божией умер своей смертью все были замучены все были убиты потому что все были свидетелями подлинного события жизни страданий и воскресения Господа и Спасителя нашего. А что такое мученичество? Мученичество это и есть свидетельство свидетельство огромной силы если человек умирает за Христа то значит его со Христом связывают особые отношения это не просто умозрительное положительное восприятие неких исторических событий и исторической личности это реальная вера людей соединяющих с Господом и Спасителем мученики это те люди для которых Христос был живым они свидетельствовали о нем даже до смерти. на этом бутовском полигоне лежат такие свидетели о Христе которые продолжили дело святых апостолов и сам факт мученичества которых в 20 веке почти через 2000 лет после мученической кончины апостолов свидетельствует о их правде о правде Божией о правде церкви сегодня вы не найдете ни одного мученика за идею который не 2000 лет который 100 лет а может быть 50 лет никто не ляжет в землю ни бутовского полигона ни любого другого за какую-то идею которая принадлежит прошлому через 2000 лет здесь на этой земле повторился подвиг апостолов подвиг свидетельства о живом Христе вот в этом свидетельстве воскресшем суть апостольского служения суть Христова пребывания в истории через церковь которую он создал кровью своей свидетельство о воскресшем Христе в сердцевине церковной жизни и церковного служения на этом месте похоронено много людей которые были жертвами террора жертвами несправедливости они не были христианскими мучениками поэтому мы им не молимся мы сегодня вспоминали их имена они зная их имен молились пред Господом о всех имена которых он знает чтобы Господь простил им грехи вольные и невольные и принял души их в свои небесные обители но поскольку они не были свидетелями о Христе поскольку они были просто жертвами несправедливости то церковь храня память об их подвиге признает их жертвами но не мучениками а молились мы сегодня мученикам и молились о том чтобы никогда в истории Отечества нашего не было тех периодов и страшных времен когда бы людям нужно было расплачиваться жизнью за свою веру в Господа и Спасителя и чтобы никогда в истории больше нашего Отечества не было времени когда люди погибали только потому что их убеждения расходились со взглядами на жизнь сильных мира сего наша молитва святым мученикам была за Отечество наше за церковь нашу и за то чтобы каждый из нас сохранял веру настолько чтобы был способен стать свидетелем воскресшего Спасителя даже до смерти если Господь приведет кого-то из нас к таким именно обстоятельствам жизни да хранит Господь церковь нашу да хранит Господь народ наш да хранит Господь в сердцах наших веру православную опираясь на которую только и можно с дерзновением и надеждой взирать в будущее Аминь Христос воскресе Христос Господь Христос Продолжение следует...